Я думаю, что кроме того, что происходит сотрясание воздуха, ничего не происходит. Хотя, может быть, например, вот эта история с прекрасным музыкантом, который уже вошел в историю с легендой, солистом «Машины времени». Вот эта вся история, когда он встал в такую позицию. Наверное, в этом есть смысл, в том смысле, что его могут услышать, его видят, он не согласен с этим. Но, с другой стороны, он не согласен с действующей властью, насколько я понимаю. А что мы предлагаем? Всегда, если ты с чем-то не согласен, предложи. И когда мы видим бесконечную критику, я слышу бесконечные, какие-то оскорительные слова со стороны многих публичных людей, даже в адрес нашего руководства, правительства. Я не говорю, что оно святое. Конечно, там все непросто. Но кого мы сейчас видим? В качестве альтернативы. Кого? И вообще, если говорить про выборы. Вот для меня это большая загадка. Честный выбор. А что значит честный выбор? Что может выбрать бабушка, живущая на третьем этаже панельного дома? Что она может выбрать? Или кто-нибудь другой, какой-нибудь другой гражданин. Она может выбрать только тот, у кого лучше пиар-компания. Кто больше правдивее обещает. Кого больше пиарят и так далее. Вот в чем происходит выбор. А кто на самом деле на что способен, что сделает и к чему придет страну, никто понятия не имеет. Поэтому я считаю, что выборы вообще по большому счету это бред. Потому что народ не может ничего выбрать. Он не знает, что выбирает. Но он честный выбор. Честно не знаем, что выбираем. Выбираем этого почему? Ну, потому что он обещал. И посмотри, какой он хороший мужик. Да, он хороший мужик. Васильевич, голосуем за него. Но точняк, точняк. Я считаю, что должен быть у власти сильнейший. Так же, как и просто по законам природы.